Уже скоро в нашем эфире эту тему прокомментирует сам премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Но а начнем мы все-таки с критиков. Один из самых последовательных критиков социальной политики действующей власти Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока. Он гость подробностей недели. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Спасибо, что пришли. Вы уже успели изучить те предложения, которые внес к обмину? Если да, то как вы их оцениваете? Сам законопроект никто еще не видел, но из тех концептуальных вещей, которые порвались и которые были озвучены, уже понятна сама логика этого документа. Что неприемливо? Я так понимаю, что голосовать вы вряд ли будете. Мы считаем, что правительство пошло по абсолютно ложному пути. Что потребовал Международный валютный фонд от правительства? Он потребовал снизить дефицит пенсионного фонда. Сегодня действительно дефицит пенсионного фонда больше 140 миллиардов. Такого не было никогда. Надо понять, почему это произошло. Это произошло потому, что в стране стало меньше работающих. Они уехали за рубеж. 5 миллионов трудовых мигрантов у нас уехали. И в стране сегодня один работающий содержит одного пенсионера. Вот такая сложилась ситуация. А дальше арифметика очень простая. Отчисление на пенсионный фонд зарплаты работающего, то, что платит работодатель, 20%. То есть средняя зарплата по стране 6 тысяч гривен. 20% это 1200 гривен. Это то, что работающий отдает пенсионный фонд. Средняя пенсия 2000 гривен. То есть 2000 минус 1200, вот он дефицит. Который нарастает и нарастает. Который нарастает. И чем меньше рабочих мест будет в стране. А свою арифметику вам правительство предоставит и скажет, если у нас не будет изменений в пенсионном законодательстве, то тогда этот дефицит будет нарастать и нарастать и нарастать. Более того, не получим ведь денег от МВФ. Вот что с этим надо делать? С этим надо делать следующее. Во-первых, надо восстанавливать рабочие места, которые исчезли, особенно за последние два года. То есть чем больше будет людей, если один работающий будет содержать не на одного пенсионера, а будет, скажем, их два или полтора, то это уже будет совсем другая арифметика. Второе, надо повысить зарплату тем, кто работает на предприятиях. А для этого надо снизить тарифы, сделать более конкурентоспособную продукцию. Вообще задушили производство тарифами, налогами. Поэтому надо снизить и тарифы, и налоги, чтобы эти деньги пошли на увеличение зарплаты работающим. Если зарплата будет 10 тысяч, то 20% это уже 2 тысячи гривен, то есть нет дефицита пенсионного фонда. И не надо будет делать то, что предлагает правительство, а оно просто предлагает, если сказать прямо, уменьшить дефицит пенсионного фонда за счет того, что просто уменьшить из него выплаты. Уменьшить количество пенсионеров, которые будут платить. Юрий Анатольевич, ну вы говорите, в общем-то, в принципе, о другой, если не сказать, о новой экономической модели. А в парламенте у нас даже не могут поправки в госбюджет проголосовать. Которая, кстати, там часть денег была даже предусмотрена на субсидии для людей. Вот как это можно прокомментировать? Да ничего там не было предусмотрено. Не было. Значит, мы не голосовали в первом чтении даже за этот документ, потому что дальше продолжается построение полицейского государства в нищей стране. Значит, делили 26 миллиардов. А это деньги получились из-за инфляции, с дополнительной дохода бюджета. Собственно говоря, что мы говорили, когда принимался сам бюджет. Что давайте их направим на социальные нужды. А теперь посмотрим, как их пытались поделить. 14 миллиардов на субсидии. Кто заставлял правительство заложить 45 миллиардов бюджет на субсидии, при том, что нужно более 70? Кто заставлял поднимать так тарифы, что у нас вся страна села на субсидии? То есть, снизить тарифы, у нас нет в Европе таких цен на электроэнергию и газ, как у нас в стране для населения. Нету, они меньше. Поэтому надо просто снизить тарифы. Для этого, из-за этого будет меньше необходимых денег на субсидии. Смотрим дальше. То есть, попали в замкнутый круг. Подняли тарифы, загнали всю страну субсидии, теперь пытаются эти субсидии протащить через бюджет. А теперь дальше, смотрите, очень важно. 26 миллиардов минус 14, 12 миллиардов осталось. Как их поделили? Полтора миллиарда полиция, 600 миллионов прокуратура, 250 миллионов СБУ, 400 миллионов пограничная служба, даже кабинет министров 70 миллионов, администрация президента 100, Верховная Рада 40. С чем-то, значит. То есть, а где вообще социальные выплаты? То, что обрезали, за счет чего ободрали, скажем так, всех нуждающихся, когда принимался бюджет. Поэтому, конечно, мы видим, что происходит. Происходит построение полицейского государства, увеличение выплат на силовой блок, при том, что обрезали социальные выплаты. Правительство говорит, что мы платили, значит, мы предусмотрели шахтерам и медикам. Да, действительно, 500 миллионов медикам и 300 миллионов шахтеров. 800 миллионов, а 12 миллиардов поделили. Ну, возможно, это я тоже еще успею спросить у Владимира Гройсмана, он будет отвечать на мои вопросы в следующем часе. К вам очень короткий вопрос и очень короткий ответ я попрошу. Четыре пленарных дня, этого мало. А чего будет больше, скандалов или работы? Ваш прогноз? На будущее? На четыре пленарных дня, которые остались в этой сессии. Которые в этой сессии будут пытаться протащить изменения в бюджет, будут пытаться снять неприкосновенность с депутата, анонсированный генпрокурором. То есть нас ожидают скандалы. Эта неделя, полная пленарная неделя, парламент выпустил пять законов и два постановления. Вот эффективность работы парламента, уровень доверия сегодня 4%. Спасибо, Юрий Анатольевич, за эти ответы. Гостем подробностей недели был Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже через несколько минут сам прокомментирует проект пенсионной реформы, но будет это сразу после рекламы. Продолжение следует... Продолжение следует...